Джек Лондон. Морской волк. Глава первая. Морской волк. Глава первая. Опасность стоилась в густом тумане, который обволакивал бухту и о коварстве которого я, как сухопутный житель, мало знал. Вспоминаю спокойную радость, какой я уселся на верхней палубе у отцманской рубки. Сноска. Каюта на верхней палубе. И как туман захватил мое воображение своей таинственностью. Дул свежий морской ветер, и некоторое время я был один в сырой мгле. Впрочем, не совсем один, так как я смутно чувствовал присутствие лоцмана и того, кого я принимал за капитана в стеклянном домике над моей головой. Вспоминаю, как я думал тогда об удобстве разделения труда, делавшим ненужным для меня изучение туманов, ветров, течений и всей морской науки, если я хочу навестить друга, живущего по другую сторону залива. Хорошо, что люди разделяются по специальностям, думал я в полудремоте. Познание лоцмана и капитана избавляли от забот несколько тысяч людей, которые знали о море и о мореплавании не больше, чем я. С другой стороны, вместо того, чтобы расходовать свою энергию на изучение множества вещей, я мог сосредоточить ее на немногом и более важном, например, на анализе вопроса, какое место занимает писатель Эдгар По в американской литературе. Кстати, тема моей статьи в последнем номере журнала «Атлантик». Когда, садясь на пароход, я проходил через каюту, с удовольствием заметил полного человека, читавшего «Атлантик», открытый как раз на моей статье. Тут опять было разделение труда. Специальные познания лоцмана и капитана позволяли полному джентльмену, пока его везли из Саус-Алита в Сан-Франциско, знакомиться с моими специальными познаниями о писателе По. Какой-то краснолицый пассажир, громко захлопнув за собой дверь каюты и выйдя на палубу, прервал мои размышления. И я успел только отметить у себя в мозгу тему для будущей статьи под названием «Необходимость свободы. Слово в защиту художника». Краснолицый человек бросил взгляд на обудку лоцмана, посмотрел пристально на туман, проковылял, громко топая, взад и вперед по палубе, у него были, по-видимому, искусственные конечности, и стал рядом со мной, широко расставив ноги, с выражением явного удовольствия на лице. Я не ошибся, когда решил, что вся его жизнь протекла на море. — Этакая пакостная погода поневоле делает людей седыми раньше времени, — сказал он, кивнув на лоцмана, стоявшего в своей будке. — А я не думал, что тут требуется особое напряжение, — ответил я. — Кажется, дело просто, как дважды два-четыре. Они знают направление по компасу, расстояние и скорость. Все это точно как математика. — Направление, — возразил он, — просто как дважды два, точно как математика. Он укрепился потверже на ногах и откинулся назад, чтобы посмотреть на меня в упор. — А что вы думаете насчет этого течения, которое мчится теперь через золотые ворота? — Знакомы ли вам сила отлива? — спросил он. — Поглядите, как быстро относят шхуну. Слышите, как звонит буй? Сноска. Поплавок из дерева, железа или меди, сфероидальной или цилиндрической формы. Буи, окраждающие фарватер, снабжаются колоколом. — А мы идем прямо на него. Смотрите, им приходится менять курс. Из тумана несся заунывный колокольный звон, и я видел, как лоцман быстро поворачивает штурвал. Колокол, который, казалось, был где-то прямо перед нами, звонил теперь сбоку. Наш собственный гудок хрипло гудел, и время от времени доносились до нас из тумана гудки других пароходов. — Это должно быть пассажирский, — сказал вновь пришедший, обратив мое внимание на гудок, донесшийся справа. — А там, слышите, это, говорят, в рупор, вероятно, с плоскодонной шхуны. — Да, я так и думал. — Эй, вы на шхуне! Глядите в оба! — Ну, сейчас затрещит какой-нибудь из них. — Невидимое судно издавало гудок за гудком, и рупор звучал, как бы пораженный ужасом. — А теперь они обмениваются приветствиями и стараются разойтись, — продолжал краснолицый человек, когда встревоженные гудки прекратились. Его лицо сияло, и глаза искрились от возбуждения, когда он переводил на человеческий язык все эти сигналы гудков и сирен. — А это вот сирена парохода, держащего курс налево. Слышите этого молодца с лягушкой в горле? Это паровая шхуна. Насколько я могу судить, ползет против течения. Пронзительный тонкий свисток, визжа, как будто он взбесился, слышался впереди, очень близко от нас. Зазвучали гонги на Мартинесе. Наши колеса остановились. Их пульсирующие удары замерли, и потом начались вновь. Взвизгивающий свисток, как чириканье сверчка среди рева больших зверей, донесся из тумана сбоку, а затем стал звучать все слабее и слабее. Я посмотрел на моего собеседника, желая получить разъяснение. — Это один из дьявольски отчаянных баркасов, — сказал он. — Я даже, пожалуй, желал бы потопить эту скорлупку. От таких-то и бывают разные неприятности. А какая от них польза? Всякий негодяй садится на такой баркас, гонит его и в хвост, и в гриву, отчаянно свистит, желая проскочить среди других, и пищит всему свету, чтоб его сторонились. Сам-то не может уберечь себя, а вы должны смотреть в оба. Уйдя с дороги, это самое элементарное приличие, а они этого как раз и не знают. Меня развеселил его непонятный гнев, и пока он возмущенно ковылял взад и вперед, я любовался романтическим туманом. И он действительно был романтичен, этот туман, подобный серому призраку бесконечной тайны, туман, клубами окутывавший берега. А люди, эти искры, одержимые сумасшедшей тягой к труду, проносились через него на своих стальных и деревянных конях, пронизывая самое сердце его тайны. Слепо прокладывая свои пути сквозь невидимое и перекликаясь в беспечной болтовне, в то время как сердца их сжимались от неуверенности и страха. Голос и смех моего спутника вернули меня к действительности. Я тоже шел ощупью и спотыкался, полагая, что с открытыми и ясными глазами иду сквозь тайну. «Алло, кто-то пересекает нам путь!» — говорил он. «Вы слышите? Идет на всех парах! Идет прямо на нас! Он, верно, еще не слышит нас! Относит ветром!» Свежий бриз дул нам в лицо, и я уже ясно слышал гудок сбоку, несколько впереди нас. «Пассажирский?» — спросил я. Он кивнул и добавил. «Не очень-то хочется ему щелкнуться!» — он насмешливо хмыкнул. «И у нас закопошились!» Я взглянул наверх. Капитан высунул голову и плечи из лосманской будки и пристально всмотрелся в туман, как будто он мог пронизать его силой воли. Лицо его выражало такое же беспокойство, как и лицо моего спутника, который подошел к перилам и смотрел с напряженным вниманием в сторону невидимой опасности. Затем все произошло с непостижимой быстротой. Туман вдруг рассеялся, как будто расщепленный клином, и из него вынырнул остов парохода, тянувшего за собою с обеих сторон клочья тумана, точно водоросли на хоботе Левиафана. Сноска. Левиафан. В древнееврейских и средневековых преданиях демоническое существо, кольцеобразно извивающееся. Я увидел лосманскую будку и человека с белой бородой, высунувшегося из нее. Он был одет в синюю форменную тужурку, и я помню, что он показался мне красивым и спокойным. Его спокойствие при этих обстоятельствах было даже страшным. Он встречал свою судьбу, шел с ней рука об руку, хладнокровно размеряя ее удар. Наклонившись, он смотрел на нас без всякой тревоги, внимательным взглядом, как будто желая определить с точностью то место, где мы должны были столкнуться, и не обратил ровно никакого внимания, когда наш лоцман, бледный от бешенства, прокричал. Ну, радуйтесь, вы сделали свое дело. Вспоминая прошлое, я вижу, что замечание было так верно, что вряд ли можно было ожидать на него возражений. — Ухватитесь за что-нибудь и повисните, — обратился ко мне краснолицый человек. Вся горячность его исчезла, и он точно заразился сверхъестественным спокойствием. — Прислушайтесь, как закричат женщины, — продолжал он угрюмо, почти злобно, и мне показалось, что он когда-то уже испытал подобное происшествие. Пароходы столкнулись раньше, чем я мог последовать его совету. Должно быть, мы получили удар в самый центр, потому что я уже не видел ничего. Чужой пароход исчез из круга моего зрения. Мартин искруто накренился, а затем раздался треск раздиравшейся обшивки. Я был отброшен на взничную мокрую палубу и едва успел вскочить на ноги, услышал жалобные вопли женщин. Я уверен, что именно эти неописуемые леденящие кровь звуки заразили меня общей паникой. Я вспомнил о спасательном поясе, спрятанном у меня в каюте, но в дверях был встречен и отброшен назад диким потоком мужчин и женщин. Что происходило в течение нескольких следующих минут, я совершенно не мог сообразить, хотя отлично припоминаю, что я стаскивал вниз с верхних перил спасательные круги, а краснолицый пассажир помогал надевать их истерически кричавшим женщинам. Воспоминание об этой картине сохранилось у меня яснее и отчетливее, чем что-либо за всю мою жизнь. Вот как разыгрывалась сцена, которую я вижу перед собой и до сих пор. Зубчатые края дыры, образовавшиеся в баку каюты, сквозь которую вертящимися клубами врывался серый туман, опустевшие мягкие сидения, на которых валялись доказательства внезапного бегства, пакеты, ручные саквояжи, зонтики, свертки, полный господин, считавший мою статью, а теперь обмотанный пробкой и парусиной, все с тем же журналом в руках, спрашивающий меня с монотонной настойчивостью, думаю ли я, что есть опасность. Краснолицый пассажир, храбро ковыляющий на своих искусственных ногах и набрасывающий спасательные пояса на всех проходящих мимо. И, наконец, бедлам, воющих от отчаяния женщин. Вопуль женщин больше всего действовал мне на нервы. Тоже, по-видимому, угнеталой краснолицого пассажира, потому что передо мной стоит еще и другая картина, которая тоже никогда не изгладится из моей памяти. Толстый господин засовывает журнал в карман своего пальто и странно, как бы с любопытством, озирается по сторонам. Сбившаяся толпа женщин с искаженными бледными лицами и с открытыми ртами кричит, как хор погибших душ. И краснолицый пассажир, теперь уже с багровым от гнева лицом и с руками поднятыми над головой, точно он собрался бросать громовые стрелы, кричит. Я помню, что эта сцена вызвала во мне внезапный смех, а в следующее мгновение я понял, что заражаюсь истерикой. Эти женщины, полные страха смерти и не желавшие умирать, были мне близки как мать, как сестры. И я помню, что вопли, которые они издавали, напомнили мне вдруг свиней под ножом мясника, и сходство это своей яркостью ужаснуло меня. Женщины, способные на самые прекрасные чувства и нежнейшие привязанности, стояли теперь с открытыми ртами и кричали во всю мочь. Они хотели жить, они были беспомощны, как крысы, попавшие в западню, и все они вопили. Ужас этой сцены выгнал меня на верхнюю палубу. Я почувствовал себя дурно и опустился на скамейку. Смутно видел и слышал я, как люди с воплями проносились мимо меня к спасательным шлюпкам. Стараясь их спустить собственными силами. Это было совершенно то самое, что я читал в книгах, когда описывались подобные сцены. Блоки срывались. Все было в неисправности. Удалось спустить одну лодку, но в ней оказалась течь. Перегруженная женщинами и детьми, она наполнилась водой и перевернулась. Другую лодку спустили одним концом, а другой застрял на блоке. Никаких следов чужого парохода, бывшего причиной несчастья, не было видно. Я слышал, как говорили, что он, во всяком случае, должен выслать за нами свои лодки. Я спустился на нижнюю палубу. Мартинес быстро шел ко дну, и видно было, что конец близок. Многие пассажиры стали бросаться в море через борт. Другие же в воде умоляли, чтобы их приняли обратно. Никто не обращал на них внимания. Послышались крики, что мы тонем. Началась паника, которая захватила и меня. И я, с целым потоком других тел, бросился через борт. Как я перелетел через него, я положительно не знаю. Хотя я понял в ту же минуту, почему те, кто бросился в воду раньше меня, так сильно желали вернуться наверх. Вода была мучительно холодна. Когда я погрузился в нее, меня точно обожгло огнем. И в то же время холод пронизал меня до мозга костей. Это была как бы схватка со смертью. Я задыхался от острой боли в легких под водой, пока спасательный пояс не вынес меня обратно на поверхность моря. Во рту у меня был вкус соли, и что-то сжимало мне горло и грудь. Но самым ужасным был холод. Я чувствовал, что смогу прожить только несколько минут. Люди боролись за жизнь вокруг меня. Многие шли ко дну. Я слышал, как они взывали о помощи, и слышал плеск весел. Очевидно, чужой пароход все-таки опустил свои шлюпки. Время шло. И я изумлялся тому, что я все еще жив. В нижней половине тела я не утратил чувствительности, но леденящее онемение обволакивало мое сердце и вползало в него. Мелкие волны со злобно пенившимися гребешками перекатывались через меня, заливали мне рот и все сильнее вызывали приступы удушья. Звуки вокруг меня становились неясными, хотя я все же услышал последний, полный отчаяния вопль толпы вдали. Теперь я знал, что Мартинес пошел ко дну. Позже, насколько позже не знаю, я пришел в себя от объявшего меня ужаса. Я был один. Я не слышал больше криков о помощи. Раздавался только шум волн, фантастически вздымавшихся и мерцавших в тумане. Паника в толпе, объединенной некоторой общностью интересов, не так ужасна, как страх в одиночестве. И такой страх я теперь испытывал. Куда несло меня течение? Краснолицый пассажир говорил, что поток отлива мчится через золотые ворота. Значит, меня уносило в открытый океан? А спасательный пояс, в котором я плыл, разве не мог он каждую минуту лопнуть и развалиться? Я слышал, что пояса делаются иногда из простой бумаги и сухого камыша, скоро пропитываются водой и теряют способность держаться на поверхности. А я не мог бы проплыть без него и одного фута. И я был один, несясь куда-то среди серой первобытной стихии. Признаюсь, что мною овладело безумие, и я стал громко кричать, как перед этим кричали женщины, и колотил по воде онемевшими руками. Как долго это продолжалось, я не знаю. Ибо подоспело на помощь забытье, от которого остается не больше воспоминаний, чем от тревожного и мучительного сна. Когда я пришел в себя, мне показалось, что прошли целые века. Почти над самой моей головой выплывало с тумана нос какого-то судна, и три треугольных паруса, один над другим, туго вздувались от ветра. Там, где нос разрезал воду, море вскипало пеной и булькало, и казалось, что я нахожусь на самом пути корабля. Я пробовал закричать, но от слабости не мог издать ни единого звука. Нос нырнул вниз, едва не коснувшись меня, и окатил меня потоком воды. Потом длинный черный борт судна начал скользить мимо так близко, что я мог бы прикоснуться к нему рукой. Я старался дотянуться до него с безумной решимостью вцепиться в дерево своими ногтями, но мои руки были тяжелы и безжизнены. Снова я попытался кричать, но так же безуспешно, как и в первый раз. Затем мимо меня пронеслась и корма судна, то опускаясь, то поднимаясь во впадинах между волнами, и я увидел человека, стоящего у штурвала, и другого, который, казалось, ничего не делал и только курил сигару. Я видел, как дым выходил из его рта, в то время как он медленно поворачивал голову и смотрел поверх воды в моем направлении. Это был небрежный, бесцельный взгляд, как смотрит человек в минуты полного покоя, когда его не ждет никакое очередное дело, а мысль живет и работает сама по себе. Но в этом взгляде были для меня жизни смерть. Я видел, что корабль уже готов утонуть в тумане, видел спину матроса, стоявшего у руля, и голову другого человека, медленно поворачивавшегося в мою сторону. Видел, как его взгляд упал на воду и случайно коснулся меня. На его лице было такое отсутствующее выражение, точно он был занят какой-то глубокой мыслью. И я боялся, что если глаза его и скользнут надо мной, то все-таки он не увидит меня. Но его взгляд вдруг остановился прямо на мне. Он пристально вгляделся и заметил меня, потому что тотчас же подскочил к штурвалу, оттолкнул рулевого и стал обеими руками вертеть колесо, выкрикивая какую-то команду.